Ну что же, Лига Чемпионов 2020-2021 подошла к эквазии. А Россия все никак не может победить в самом престижном клубном турнире мира. Вчера, когда московский локомотив отобрал очки у мадридского атлетика, настроение российских болельщиков было диаметрально противоположным, нежели сегодня. Как же в России ждали этой дебютной победы, которая по всем раскладам должна была состояться в государственный праздник России День народного единства. Казалось, все было на стороне сильнейшего клуба России. Прежде всего, это проблемы Лацио с составом, плюс свой стадион, на котором была обеспечена мощная поддержка родных трибун. Нужно признать, 12 номер Зенита, фанаты, отдали все силы для победы своего любимого клуба. И ведь выигрывал же Зенит и вполне мог несколько раз увеличивать свое преимущество, но 82-я минута после классного удара Кайсейду стала для российского чемпиона роковой. Да, Зенит рисковал, атаковал, нарываясь на опасные контратаки Лацио. Но ведь после двух поражений на старте отступать лидеру клубного футбола большой России было уже дальше некуда. Позади Москва, Ленинград, Санкт-Петербург. Поэтому вперед, вперед и только вперед. Брюгер на старте Лиги чемпионов наказал Зенит за подобную опрометчивость. Лацио тоже вполне мог повторить тот подвиг Брюге на Крестовском острове, но в итоге забил Зенит. И какой же был обломище у болельщиков, когда они увидели флажок бокового арбитра, сигнализирующий оффсайт на 90 плюс 3 минуте. Комментатор матч ТВ поначалу завопил во весь голос типа «Погодите, товарищи, какое вне игры, там все было чисто!» С удара мостового – да, все было чисто. Потом, рассмотрев повтор, комментаторы признали – да, оффсайт был у Дзюбы, который отдавал голевой пас. Зенит не победил и по-прежнему занимает первое место в хвосте группы. И хоть у питерской команды есть еще шансы на продолжение борьбы за выход в плей-офф даже Лиги чемпионов, я настаиваю, что Зенит финиширует, как и в прошлом году, последним. С вами был Саныч, до новых встреч!